Не думай о секунду свысока, наступит время самое лучное, свистят они как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Так и называется альбом, о котором мы сегодня говорили. Сегодня у меня необычный день. Сегодня мы организовали презентацию моего фотоальбома, который называется Мгновение. Это немножко странное название, но с другой стороны оно правдивое, потому что все проносится очень быстро. И жизнь в том числе. И вот ты какой-то итог подводишь и рассматриваешь старые фотографии, и потом жалко просто их забыть или выбросить. И вот так мы решили сделать маленький альбом. Он не маленький, 110 фотографий. Но который на протяжении 30 лет приходилось снимать. И получилось, говорят, неплохо. Но еще Элла сделала комментарий к ним, чтобы люди знали, что за люди на фотографиях. И мне кажется, это самое ценное. Это такой живой архив. Там есть Мактуновский, ну и другие великие люди, которые ушли. Но они как живые. Они остались с нами. Поэтому у меня веселый и праздничный день. Первый снимок. Это 1982 год, когда я день проходил в Союзный кинофестиваль. И приехал в Штирлиц. И я получила от своего начальства по мозгам, потому что я брала интервью у кого угодно. Там я в Инбокске был, еще там где-то. Га, в городе Саму Штирлица. Ты делаешь, типа, неизвестное что ли, горячий, неизвестный день. Меня послали к Штирлицу, Холик пошел со мной. Это вот самый первый снимок, хронологический. И на сегодняшний день снимок, единственный снимок 2021 года. Это замечательный писатель Кайли Кастер. Но это очень важно, что такая книга есть. И что есть такое искусство, как фотография. Потому что время идет, время летает. Но те люди, с кем мы вместе работаем, и эти мгновения, и эти события, это надо все-таки поставить в архив. В разных видах. Это фотография или это письменный архив. Но если мы говорим про культуру, про разных событий, фильмов и культурных деятелей, что я думаю, что это дает нам впечатление на всю жизнь. И это есть, чтобы передать своему новому поколению. Говорить про тех людей, про этого искусства, искусство кинематографии и искусство фотографии просто. Что это самое важное, что остались эти люди все время с нами. И благодаря Николаю Шарубину он сделал великий труд, чтобы действительно это все сохранилось. И это важно для истории, это важно для культуры. Сейчас, когда ветер буржует неистовый, С новою силою чувствую я. Белые акации, гроздья душистые, И невозвратимые, как щадость моя. Белые акации, гроздья душистые, Неизвратимые, как юность моя. Прелесть таких встреч заключена в одном, что приходят люди, которых порой не видел годами, А порой десятилетиями. И несколько людей приехали даже из Америки. Вот это всегда приятно, что так совпало. Неважно, но человек здесь, и я его увидел. Или вот Петер Сим, мы с ним учились в ГИКе, Но мы были на разных потоках. Он был режиссер, я на операторском. И после в ГИКе мы поснимали несколько фильмов, А потом разбежались, потому что он стал снимать художественные фильмы. А я здесь занимался хроникой. И вот сейчас я его опять вижу. Это очень приятно. Некоторых людей не узнаешь, Потому что столько лет прошло, И такой шок визуальный. А некоторых уже, как будто бы не расставались. Вот это очень теплые встречи получаются, И очень необходимые, потому что это и есть суть. Мы снимали когда-то движущиеся картинки. И как он вспомнил это. Я даже вот ГИКе не помню, чтобы мы так общались. Там была такая подозрительная кафедра операторов. Иностранный, типа он диверсант. Он, кстати, по-испански говорит, Альбомы сейчас можно найти в магазинах Аполло. Но мы еще не думали. Это вещь новая, свежая. И поэтому, наверное, придется что-то организовать. Специально или сделать несколько встреч таких. Особенно приятно в этих встречах, Что приходят фотографы, С которыми 20-30 лет приходилось плечо к плечу Заниматься одним и тем же. Но вот до какого-то... До книги дошли единицы. Был такой фотограф Таллины, Калью Сур. Он же давно ушел. Но я помню эту сцену. На Суркаре я прохожу мимо. Сидит Калью Сур. Он был такой классик, живой классик. Он сидит и рядом стопка книг. И он сам сидит на ступеньках дома писателей. Ну и продавал. И я подумал, боже, вот такой известный человек. Все есть. Зачем? А получается еще так часто. Если книга начинается, Ну заказывается или изготавливается, И не угадаешь с тиражом, И книг получается больше, Чем потребности на эти книги. И тогда приходится вот так выйти и предлагать.